всем привет приветствую всех на своем канале сегодня хочу предоставить вам две замечательные орхидейки с ними будем делать кое-какие дела в прошлом видео я показывала про эту орхидейку это попугайчик и у нее начал резко цветонос отсушивать она начала и нужно было посмотреть что у нее происходило с корневой системой и пошла пересадочка затем ее поставила в раствор hb101 это стимулятор роста и корни напитали замечательные вот смотрите хорошие корешочки но некоторые вот почернели видите и сейчас я их немножечко удалю вот этот корень он вообще не нужно ведь он просто снимается и мокнущий и будем делать посадочку какой грунт будем сажать сейчас все будем вместе смотреть показывать рассказывать для начала берет поднос а вторая орхидейка будет ли адора сейчас про нее тоже будем поговорим немножко так достаем попугайчика она простояла у меня в растворе немного вот покрылась плесенью чтобы убрать эту плесень нужно вот это все зачистить и взять перекись водорода и обработать перекись водорода очень хорошо убивает все патогенные грибки и в том числе и плесень я вам сниму видео как на поверхности грунта появляется плесневые грибки и как их легко убрать с помощью перекисью водорода это уже было несколько раз у меня и хорошо помогает сейчас я делаю зачистку корневой шайки и немножечко подрежу вот этот корешок смотрите внимательно вот видите он показал себя что он в этом месте начал портится здесь был торфяной стаканчик я его убрала ну корешок всего в равно испортился у нее достаточно корневой системы для того чтобы она пошла в рост и смогла зацвести к новому году смотрите я беру перекись водорода обрабатываю секатор и немножечко подрежу вот этот корешочек уберем это был возле торфяного стаканчиком у самого основания шейки поэтому он вот так вот себя повел в уберем цветоносик подрежем так как я буду сейчас сажать субстрат чтобы она дальше не подгнивала немножечко подрежем здесь перегнутый корешочек и он на конце почернел я его тоже обрежу видите какой нехороший а остальные корешки оставлю в покое она у меня была на карантине очень долгое время а затем я начала ее пересаживать то есть у нее все нормально можно не отстранять их друг от друга поэтому я пришла к выводу что мне нужно ее посадить в двойной горшочек для экономии места с чуть-чуть я еще почищу много можно не чистить но слегка почищу было красивенько не подогревала вот этот корешок мне не нравится ведь он как бы белым налетом покрылся нужно его обрезать до живого места или даже вот в этом месте подрезать где мы пошло в рост в основании там не было раночки а те места где я обрезаю обязательно нужно обработать перекисью водорода она пошипит будет все порядке нравится но тут очень хороший корешок посмотрите какой плотный я его пока оставлю трогать не буду все покажу в какой курсочке буду сажать для посадок я выбрала двойной горшочек вот такой прозрачный для посадки орхидей с фитильным поливом я ее пока оставлю и покажу вам какую я буду рядом с ней сажать вторую орхидейку вторая орхидейка это у меня будет леодорочка а леодорочку решила пересадить для того что у нее вот смотрите корни хорошая замечательная же горшочка вышли но у неё вытянулась корневая шейка начали расти воздушные корешочки не нужно ее пересадить конечно можно было бы дождаться большего количества корешочка обрезать из горшочка ждать другого другого дополнительного детку с корневой шеечки наверно лучше пересадить сейчас я ее немножко горшочком обмену и будем вынимать из горшочка мою леодору корни опутали все оплыли аж в отверстие вышли нужно нет возможности куда и расти можно в этом случае даже обломать горшочке обрезать корешочек не повредить лучше секатором прорезать дырочки чтобы вышел горшочек в горшочек аккуратно корешочек но все ведь такие замечательные корневая система конечно есть и гнилые корни так как они имеют свой срок и корни до определенного времени растут зачем отмирают что леодора более крепкая орхидейка сильно много у нее не зачищала немножко в основании здесь было сухих корешочков я их вырезала а так в основном корни у нее замечательны сейчас буду укладывать их в один горшочек рядом так как попугайчик очень красивая орхидейка элеадора тоже замечательная орхидейка это я уберу в сторону будем сажать их в один горшочек в грунт такой как я уже полюбила много раз сажала свои орхидейки в такой грунт и мне этот грунт очень нравится в грунт я сажаю керамзит чтобы посадить керамзит нужно его для начала подготовить и чтобы посадить орхидейку в субстрат который я вот ну решила посадить например керамзит его нужно для начала подготовить он недорого стоит 8 гривен 50 копеек одна упаковочка хватает на посадку орхидеи вот одну упаковочку разрезала смотрите какой меленький хорошенький керамзит но он абсолютно сухой и на конце вот с примесью обсыпалась когда грузили его упаковывали для этого нужно пересыпать емкость я выбрала вот тарелочку хрустальную вы можете другую пластмассовая не подойдет так как нам может испортиться и беру кипяченую воду кипяток крутой и заливаю керамзит и в таком состоянии я его подержу до тех пор пока у меня остынет а в это время он набирается влаги слойте бульбочки пошли набирается влаги очищается от примесей затем я сполосну прохладной водой фильтрованной и начнем посадочку в эту тарелочку мисочку у меня получилось 2 2 упаковочки керамзита поместилась вот я его разровняла так как вода горячая кипяток дым идет испарение пускай он стоит настаивается и взяла ложечкой по правилам и приступим к посадочке и так керамзит у меня готов приступим к посадке берем ложечкой выставленные орхидейки аккуратненько подсыпаем керамзитом орхидейки будут расти на фитиле корней здесь предостаточное количество если выставлю немножко углублю корневую шейку от в леодора была очень высоко поэтому нужно немножечко ее загружить берем аккуратненько и посыпаем керамзит леодора имеет свойство расти немного на бочок но я ее немного выровняю растет сначала ровненько а затем уже как ей понравится цветоносик она пустила она очень хорошая цветунья она пускает цветонос за цветоносом не перестает свистину так как она выкнулась приходится ее пересадить вот так у нее не было никаких проблем ни показаний к пересадке ничего и попугайчика немножко поправим во первых эти двойные горшки очень удобны тем что экономится место на ваших подоконниках и полив замечательно в этих горшках растут орхидейки я вам в конце видео покажу другие мои орхидейки которые растут в таких подобных горшочках а сейчас еще подсыплю леодоре керамзит хорошо отдаст свою влагу растениям так как я сегодня поливать их не буду керамзит очень-очень влажен а поливать я буду где-то примерно через дня три и раньше а вверх на керамзит можно мхом выложить если у вас есть можно не выкладывать орхидейки и так замечательно растут пускают хорош корешки цветоносики и очень компактная получается посадочка конечно леодоры очень раскидистые листики но и цветы у нее красивые пахучие ароматные смотрите как замечательно получилось вот эту пленочку я сниму я уже на камеру не буду снимать и покажу как буду поливать следующем видео вот посмотрите здесь меня колода и желтая орхидейка два в одном горшочке посмотреть какие она замечательные корешочки пускает и цветут уже вот скоро будет цветоносик я жду жду здесь уже есть зачаточек кругленькая бульбочка здесь но посмотрим цветоносики или нет но уже корней нарастила много тоже здесь керамзит и сверху мог это мог живой из лесу я принесла но он как бы за зиму за лето уже почернел и немножко непривлекательный не зелененький вид но орхидейки чувствуют себя замечательно не все хорошо сейчас еще покажу вот смотрите это меди и миннички это бабочки обе орхидейки тоже хорошо себя чувствует немножко запылились листочки так как окно открывалась в частном доме мы живем очень быстро пылятся листочки но это мелочи их протру все будет хорошо как я поливаю свои растения я вам расскажу в следующем видео это очень удачные горшочки переходите на мой канал подписывайтесь вот еще есть растение орхидейка двух двухцветная или как это варегатные листочки тоже растет в таком горшочке вот у меня дикий кот цветет тоже такой цветун молодец он цветет постоянно посмотрите какая красота красивый дикий кот какие крупные цветы а цветы такие темные насыщенные как фиолетовые чернила раньше писали автор очками очень красивый дикий кот даже желтизной какой-то с этой стороны желтоватенький цветочки со всех сторон его показ то цветочек скоро цветет он уже поменял цвет и стал меня такой упруги а этот еще плотненький и 2 веточка вот цветет не вот он набирает еще почечку будет цвести и вот почечка будет цвести а этот старый цветонос который вот он не хочет никуда не туда не сюда эти тут где были цветочки желательно обрезать но я что не обрезала оставила его думаю пусть будет так как есть он цветет уже долгое время сначала на этом цветоносе очень много цветов было а потом он выпустил себе новенький цветоносик и тоже прекрасно себя чувствует я очень довольна этим диким котом мне очень все нравится это орхидеечка вот мини бабочка немножко не совсем бабочка но ведь и есть немножечко это миди орхидейка мультифлорка я пока не пересаживала так у меня растет дополнительные вот воздушный корешок дома у нее все в порядке ей все нравится ну тоже очень красивая миленько хорошенько орхидейка спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале всем удачи всем пока всем добро